Дай почитать. Дай почитать. И призывом к доверчивому читателю, готовому попасть в расставленные ею сети, присмотритесь к соседям по лестничной клетке. Все начинается интригующе. На одной лестничной клетке квартиры двух соседок. У Алевтины два взрослых сына Павел и Евгений, а у Ксении две взрослые дочери Дарья и Лидия. Павлика мама сумела развести, но не жить же ему с грязной девкой. Это цитата. А грязная она потому, что у нее татуировки имелись. Читатель должен оценить весь ужас родительницы. А теперь Алевтина решила, что надо сыночка склонять к новому браку и свести с соседской девочкой Лидочкой. Собственно, здесь заканчивается более или менее разумная и начинается плохо понимаемый, со смысловой, психологической и сюжетной точек зрения балаган. Оказывается, что у Бога или судьбы как угодно свои планы. Лида уже беременна от Евгения. Павел заинтересовался Дашей. Внезапно возник после практически 20-летнего отсутствия муж Ксении, который когда-то ушел к любовнице, и та ему родила двух сыновей. Усложняет сюжетную линию существования двух беспризорных детей братика и сестрички. Потом их матери алкоголички, которая родит еще одного ребеночка, но, простите, удачно умрет. И можно беспрепятственно оформить опекунство над двумя старшеньки. Про остальной бред даже говорить не хочется. 320 страниц, 500 рублей. Вот такое шаблонное чтиво. Может, мне пересмотреть отношения к саге про Анжелику Маркизу Ангелов? Классику массовой литературы. 16+. Дай почитать.